Я вас приветствую в нашем канале Калина Водолина. Меня зовут Виктор Калина и сегодня я хотел бы представить ребят, которые, мои коллеги, можно сказать, не в музыке, не в шоу-бизнесе, а на кухне. А канал называется «Готовим на берегу». Так случайно однажды ко мне ребята приехали совсем недавно в гости, чтобы здесь снять свой очередной сделать видео, свое кулинарное искусство. Это что-то называется «Мужская еда». Я бы назвал так, это «Мужская еда». Мужская еда на природе, потому что есть нечто какое-то черное, есть очень доброе, есть масса соусов, но это все больше на буквы. А мы сейчас говорим о «Мужской еде и еде на природе». И я хотел бы вам представить представителя этого канала, который только-только появился в YouTube, но я думаю у него большое будущее. Представься. Меня зовут Ваня. Канал «Готовим на берегу». И вот сегодня, когда вы посмотрели, когда я отпробовал потрясающего врача в казахском афганском казане, и мне такого не обязательно приобрету. Надо будет с этим разобраться. И я просто приобретал и говорю, ребята, давайте мы вместе сделаем, встретимся и что-нибудь приготовим. Решили остановиться на грудинке. Вот я ее очень хорошо делаю и делал уже много лет. Много лет. Я знаю сотни рецептов грудинки. Одной, другой, третьей. Копченые, полукопченые, по-ингенски, по-немецки, по-гамбусски. Есть такой рецепт. Очень много вариантов. Но я пришел к выводу, что если я начну заниматься такой мужской кулинарией, вот преимущество себе пока на природе, значит, я не буду говорить этот рецепт какой-то там замысловатый. Уже накопились какие-то знания, и поэтому я что-то так делаю под себя. И специи под себя. Вот, допустим, если зира, она приветствуется везде и добавляется во все блюда, на Кавказе, на Востоке, то я ее, допустим, использую умеренно. Потому что оно, может быть, не совсем не привык, может быть, не расстроил. Что нам нужно? Мы поехали на рынок сегодня. Купили два куска грудинки. Вот с такими красивыми прожилками. Грудинка бывает тонкая, а чем толще, чем лучше. Далее, чтобы вас не заводачилось на какую-то ненудрую тему, обрезаете шкурочкой. Обрезается почти жиркозность. Потому что она и так жирная. Поэтому обрезали шкурочку, сняли клевочку. Более того, как очень жирное лицо, я еще постарался удалить по максимуму жир. Ну и здесь удалил по максимуму жир. Поэтому здесь, на самом деле, вы видите, практически в себе никакого жира нет. Мы сегодня готовим смокер. Это все, это как бы гриль. Но смокер. Который я, вы знаете, сделал своими руками. Я стараюсь все по максимуму. Все, что на улице, на природе, делать своими руками. В том числе и смокеры, и гриль, различные мангалы и прочее. И более того, буду продолжать много идей, много мыслей, много сил. Сегодня у нас два варианта. Сейчас мы мясо должны замариновать. Я уже говорил, что чем больше мы срежем жирку сверху, тем лучше. Он нам абсолютно не нужен лишним. Потому что все очень и очень жирное. Как мы готовим? Конечно, естественно, чтобы замариновать, тем более такой толстый кусок, надо правильно его подготовить. Поэтому мы наискось делаем такие надрезы. Все правильно. Достаточно глубокие, но не слишком. Зашли все приправы специальные. Да, да. Вот видите, вот мы сейчас дошли до мяса. Вот оно. Раз вот еще добавили. А вот до прослойки мяса. И то же самое здесь. Вот так вот. Я еще дополнительно делаю дополнительный надрез. Ну, очень хорошо, особенно. Очень хорошо. Вот так вот. И именно до первой прослойки. Так. Кусочек у нас готов. Друзья, я в корректор делаю надрезы. В дополнение к этой красивой грудинке мы сделаем овощи на гриле. Чтобы дополнить. Дополнить, да. Нашу грудинку. Дополнить, да. Красотой, овощами. Вот так вот. Приступаем к чему? Я забыл, там стоит соус. Соус. На столике. Будем делать сейчас соус? Да. Будем делать соус для мариновки. Для того, чтобы мариновать. За основу мы берем томатная паста. На самом деле, грудинка должна мариноваться часов 5-7. Но у нас сегодня больше, чем часа 3 не получится. Ну, в силу того, что зима, время ограничено. А мы делаем все на улице. Это мед, да? Да. Обычно бьется, ну, почти столовая ложка. Мед. 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 Вот так вот. Ага. Спасибо большое, что это. Ложка горчица. Да. Она дает очень интересное. Оно вообще любое. Мясо. Во многих видах мариновки мяса используется горчица. Да. Но ее нельзя переборщить. Так. Немного. Совсем немного. Яблочного курсуса. Ну, обычно это ложка. Славится, да? Да. Ну, чуть-чуть, да. Да. Ну, чуть-чуть, да. Мы его сейчас не нашли. Нам все разобрали. Чистый процент. Все. Он придаст кислинку. Да. Мед. Придаст кислинку. Сейчас я буду все помешивать. А мед придаст сластинку. У нас такой горький, кислый, сладкий. А соль-то я забыл. А соль-то я забыл. Но слава богу, что у ребят. Собидеть здесь. Да. Но соль нам понадобится отдельно. Пройдем в самом начале чуть-чуть. Потому что мы используем соус. Да. А здесь, вот здесь совсем чуть-чуть ему надо. Совсем чуть-чуть. Потому что мы будем его в глазу использовать активно. А здесь совсем чуть-чуть. А здесь совсем чуть-чуть. Ну и. Уже всего понемногу. Если бы я делал на ночь, мариновал, я бы просто взял в томатный сок. Хороший томатный сок. Туда все спинсы издалили. И было бы просто очень замечательно. Просто очень замечательно. Да. Вообще мясо очень любит томаты и все, что связано с томатами. Ну вот. Существует дает свет еще, да? В этом случае. Существует она. Если я пошел на баранину использовать. На томаты. В мориловке. Я вообще просто беру томаты. Делаю блендером все переливаю. Вот. И. Получается. Просто там им томаты. Ну что у нас? Аблок мы используем. Тоже блендером. Пинза. Ну пинза. Понятно. Это приправа отдельно. Основное. И получается замечательная баранина на косточке для готовки. Так. Здесь. У нас. Чуть-чуть корень имбиря. Чуть-чуть. Пол чайной ложечки. Он тоже придает. Там, да. Изюминку такую. Имбир придает такую изюминку. Такой интересный вкус получается. Так. Что мы берем? Размолить, да? Ложечку. Значит. Это что нам здесь еще нужно? Ну вот совсем немного. Еще надо лопарку. Чуть-чуть. Потому что это чисто кавказское блюдо. И с ним просто. Да. А что мы здесь красивые бедалы? Эта переправа нам делает, дело в том, что сам переправу берем на развитие. Есть в Смоленске несколько точек, куда приезжаешь и говоришь, для чего? Вот, для мяса, для того, для того, а там все про может хоть килограмм. Потому что мы уже давно, практически, вот то, что мы можем купить, вот, допустим, сейчас вот купили техасский стейк, это гриль Бэк Бэк Бэк. И как раз именно очень хорошая компания, между прочим, здесь совсем Белгородская область, они делают это, их марка, они делают шикарные приправы, шикарные приправы. И нам надо было именно эта приправа. Вот как раз мы сейчас, сейчас мы этим и завелимся. Чтобы немножечко здесь опять же... Вот так. Да, нам это чисто приправа для... Для мяса, для стейка. Вот, но в силу того, что у нас что-то напоминающее стейк, вот это приправа, здесь практически все, что есть для, уже собрано для нас, для мариновки, именно грудинки. Очень ароматная. Смесь перцев. Потому что больше нас здесь перцев опять же пройдет на глазу. Это еще одна приправка, так как здесь практически есть все, что нам необходимо, поэтому у нас было бы сейчас здесь целая батарея этих чашечек с приправами. Маслина мне подсказала эту приправку добавить сегодня. Я ее редко использую. Базилик. 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 И какие-то гулинарные святые мудрости, в том числе, знание гулинарное, люди и моя дочь, показывать ей, надеюсь, мне сын со своей девушей, ну, и, конечно, Степлана. в первую очередь. И это канал в общей семье. Он обо всем. Вот строительство, озеро, мы сами сделали выброс. Вот сами делаются пирсы, террасы, сварочные все эти моменты, вся газонная трава, ландшафтные работы. Все мы делаем своими руками. Поэтому это канал обо всем, что происходит. Общая тема, да. И, конечно, оливковое масло. Самое главное, многие советуют только на оливковое. На оливковое, к этому поводу не заморачиваться. Вот у нас тут по-солнечное хорошо проходит, что оливковое, ну, главное, было масло качественное. Но, так как многие говорят, что все-таки лучше на оливковое, ну, мы чаще всего ходим на по-солнечное. А здесь мы решили это добавить сегодня в меня оливковое масло. Да, дело в том, что обычно я использую значительно меньше каких-то специй, приправ дополнительно. Но сегодня уже на камеру, чтобы разнообразить все. Я такой человек упрощенной кухни. Вот разнообразить. Я добавил терияки, очень интересный вкус. Некоторые супер-кулинары делают этот соус сами. Вот. Ну, тоже очень хорошая фирма. И почему бы не использовать? Потому что, вот опять же, используется для мяса, стейков и прочего-прочего. Да. Ну, для всех мясных продуктов. Вот мы добавили терияки. Он тоже отдает остринку какую-то, да? А он к стринку, он добавляет утонченность к мясу. Добавляет изюнуку в своем. Только свою. Терияки только свою изюнуку. Терияки больше используют вот Светлана, хозяйки Кариновой Долины, даже моя жена. Значит, первую заправочку мы использовали. Мы сделали, приготовили. Вот, как раз на два куска. Примерно у нас получилось вот такое количество, да? Лишнее, чтобы нам не мешало. И сейчас нам надо сделать на глазу. Вот. А на глазу мы будем использовать 100-150 граммов соевого соуса, да? И использовать это не будем. Значит, опять же, чуть-чуть зелы. Шафран с калиандром, да? Примерно где-то должна быть ложечка получиться. Смесь перцев. Ну, и я думаю, что базилик. И я думаю, что, наверное, достаточно, потому что я бы там объяснил. Ну, а горчица уже не надо, да? То есть, уже существовалось, уже как-то будет. Да, уже горчица у нас есть, она уже будет там заложена. Так. Опять же, чуть-чуть. Яблочного уксуса. Чуть-чуть. Ну, просто буду проролить кисточку. Она перед тем, как уже зажарить. Потому что там два этапа. Первый этап у нас, как бы, полутушится в фольге. Именно в фольге. Потому что есть просто грей. А мы здесь все это сейчас так еще сделали в овощи. Все это заворачиваем в фольгу. И укладываем сволки на сеточку. Ну, это будет тормиться в собственном фольге. В собственном фольге. Она, как бы, проваривается. Все эти ароматы впитываются. Глубоко впитываются, глубоко проникают. Вот. Ну, а затем мы избавляем мясо от фольги. Достаем овощи, которые придадут дополнительный вкус и нежность мясу. Вот. Они становятся потрясающим дополнительным блюдом. К вашему сегодняшнему блюду будут просто потрясающие дополнительные блюда. И, конечно, мы используем бебекю. Этот соус, который, опять же, моя жена не рекомендовала. Эту специю. Я говорю, это чисто глазунь. Это просто дополнительно намазывается, обмазывается, втирается, кисточкой наносится. Вот. И внутри она, получается, пропитана вот теми, тем соусом, который мы подготовили. А снаружи именно глазунью вот этой. И поэтому, когда уже есть этот кусочек, и два вкуса соединяются. Внутренний и то, что в нижний. И оно дает своеобразную тоже изюминку. Ну что, мои друзья, мы подошли к мариновке мяса. У нас закончились одноразовые фольгу из фольги. Вот эти вот. Очень удобно. Как много обычно покупаем такие. А, вот это специальные фольги. Итак, специальные фольги из фольги. Они одноразовые, недорогие, очень удобные. И сейчас начинаем мариновать. Самый главный такой процесс, правильно сделать маринад. Самое главное, вы особо не заморачиваетесь. Мои подписчики, уважаемые, и мои очень уважаемые поклонники. Вы не заморачиваетесь на теме, вот, специй, приправ дополнительных. Вы экспериментируете. Потому что, сколько людей, столько рецептов. Главное, чтобы приправы, они были, если мы делаем мясо, значит, они для мяса. Есть преимущественно для жирного мяса, для свинины. Есть преимущественно, да, для куриц. Это разные будут специи, разные приправы, или разные их сочетания. Вот. Поэтому, никогда в этом плане экспериментируйтесь. Вот, сейчас сделали так, завтра сделали так. Вот, я такой сторонник для упрощенной кулинарии. Если шашлык, я делаю, если свинины, я использую только шеверчат. Я использую перец и смесь перцев, лук и соль. Все, все. И самое главное, чтобы мясо помариновалось два-три часа. Два-три часа, но если это летом, то в холодильнике где-нибудь пониже. Вот. А то можно и на ночь. Вот и все. Если что, лук нужно добавлять, тогда, если на ночь, на мариновку отправляем, лук нужно добавлять не позднее, чуть-чуть, ну, за час, за полтора. То есть, не стежно, да? Да. Смой пришелся, ну, жарко, да? Да, да, да. Вот, второй кусочек. Вот, если мы видим, вот так, да, вот, как мариноваться. Вот. То есть, обязательно маринад должен попадать и разрезать. Разрезать. Хорошо промариноваться. Конечно, удобно. Практически, чтобы все промариноваться. Второй кусочек. Вот у нас он пожирнее, но он потольше. Такая же тема. Главное, когда сверху вам жалко столько жира срезать. Сало этого, да? Тогда вы обязательно, когда делаете прорези, доходите до мясной прослойки. Вот как у нас. Чтобы хорошо, то есть, припиталось. Припиталось, да, чтобы вот так вошло основать. Вот. И вот и в каждую, в каждую, каждую, каждую. Знаете, сейчас все рекомендуют использовать специальные перчатки. У меня такие ручищи. Я в прошлом рукопашник. Вот такие кулачищи. Мне настолько неудобно использовать перчатки. Вот я лучше 30 раз помою руки. Ну вот, мы перевернули. Некоторые советуют по лебрушке еще пройти, но когда она будет готовиться, как бы тушиться, да, она очень быстро вываливается тогда. И когда ее потом берешь, начинаешь жарить, они уже почти отвалились. Поэтому я так не делал. Без разрезов. Без разрезов. Вот мы проходим боковая вся часть. Мы потом уже руками все это пройдем. Вот он вот. В таком количестве буквально. И так. Тоже взятым. Друзья, если честно, мы заказом попробовали маринад. Ну просто шикарно. Да. То есть все по вкусу. Соль, специи. Да. А кислинка. Вот от уксуса. Шикарно, наверное. Да. Дело в том, что я так легкий гипертоник. И поэтому соль использую, когда для себя готовлю, минимум. Самый, самый, самый минимум. Потому что, а если не дай бог, берешь, готовые уже специи в пакете. А там 50% в соль. Ну да. Там такой обман на одну машину. Поэтому надо покупать специи исключительно на специализированных каких-то местах, на рынках, где вам подскажут, скажут, что с чем совместимо. Они специалисты. Потому что очень много новых таких преправ, которые будут совки. Люди, родившиеся в СССР. Никогда не используют. А вот сейчас в кулинарии шерднуло так, далеко. Что вы даже не предсказаете. Ну вот сейчас все так вот достаю. Вот так вот. Все до последнего грамма. И так. Еще пальцами стираем. Как массаж делаем? Да, вот буквально. Считается, что этому кабанчику перед смертью мы делаем профессиональный массаж. Так, чтобы в раю ему сейчас хорошо жилось и чувствовалось. Вот видите, прямо пальцы. Сейчас еще прошли. Сначала на ложечку, чтобы раньше времени не запускать свои руки. Это святое мясо. Да. Чтобы человек нам принадленно осталось. Да. 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 Вот. Массаж. Массаж делаем такой вот. Ну как плеча, как это сделаешь? Ну как? Ну как? Никак. Да, никак. Никак. Вот. Видите? Что с этого видео уже пошло? Да? Уже хочется. Если бы оно замариновалось на ночь, то, в принципе, жаль, что мне надо было на утро. Так. Но я очень люблю говядину, молодую говядину. Люблю просто солькой, свежую вырезку беру, солькой или перчиком. И я ее делаю. В сыром виде. В сыром виде. Всю жизнь. Никогда ничем не заболел. Очень вкусно, очень полезно. Ничего не теряется. Ну что, мои друзья, что скажешь? Я скажу обалденно. То есть по специально, вообще шикарно. Я говорю, что еще ничего не приготовилось, а уже хочется. Поэтому. Поэтому экспериментируйте всегда. Я тоже думаю, что нужно уходить от минимализма к каким-нибудь уточенным дополнительным вкусам. Ну потому что, ну вот этот, допустим, вкус тоже все знают. Мы уже все прошли. А именно специи, правильный их подбор. Вот благодаря моей Калиновой долине, я ее называю Калиновая долина Светлана Калина, моя супруга. Я, видите, решил все-таки отходить от минимализма, а идти в сторону каких-то дополнительных, этих утонченных вкусов, дополнительных вкусов. Экспериментируйте, да? Да, да. Обязательно экспериментируйте, чтобы и тебя пораживать много, и близких своих, и друзей, которые там очень много приезжают к Калиновой долине. Ну что, мои друзья, вот, мои коллеги, первый этап у нас закончился. Сейчас мы сделаем легкий перерыв и начнем готовить дополнение овощей к нашему блюду, к нашей друзьей. Ну что, мои друзья, пока у нас вот уже два часа аренуется в будинках. Мы сейчас сделаем еще заправочку к основному процессу. Пока не буду вам говорить, я приезжаю и все готовлю. Мне поможет Вадим готовлю на природе. Подписывайтесь на этот канал, как и подписывайтесь на мой основной канал, Виктор Калина, и особенно на канал Калина Водолина, на котором вы сейчас вот этот, через какое-то время увидите этот ролик. А мы суху оставим на этот ролик? Ну, естественно, и мы так же сделали, да. Значит, что нам нужно? Значит, смотри. Режешь... Побидор. Побидор. Нет, я сам помидор. Лук. Все. Нам нужно одну одновуковицу. Ну, а мы занимаемся детством. Стороночку, постороночку, постороночку. Ну, вот скажите, пожалуйста, по правильному народу, нариновка той же самой грудинки, желательно заработаем, то есть, или на ночь вставлять, да? Ну, перед готовым. Чем больше она маринуется, чем больше она маринуется. Если бы я делал, допустим, холодного копчения, да? Угу. Да. А вообще до трех суток. Обязательно. Вот. А рыба до суток маринуется, ну, достаточно, ну, 6-8 часов. Ну, лучше до суток. Так, ну, как резать меня? Резвольно, то есть... Режем. Три полукульника. Как кольцами. Как кольцами. Как кольцами. Да? Таким, если на кольцами. Просто кольцами. Как кольцами. Пока не говорю вам, что мы делаем, просто не говорю, и вот это все сами у нас увидите. Ну, вот на чем мы будем готовить нашу буринку. Как это правильно называется? Смокер, да? Смокер. То есть, смокер. И, друзья, смокер у нас не покупной. Смокер самодельный. Изготавливают внутрь сармичных. Да. Да. Я даже готов кому-то под заказ что-то поводное приготовить. Создать. Я создатель. Созидатель. Здесь каждый делится со 12 лет. Здесь, на самом деле, в этом месте было три фермы стоят. Когда меня сюда привезли, здесь была такая страшная картина всеразрушенная, полуразрушенная. На лет 20 колхоз уже прекратил долгую жизнь. Здесь была свалка. Только 30 мазок мусора вывезено. Бетона было вывезено и закоплено бешеное количество. Что-то не оборвуете. Здесь вообще ничего не было, да. Здесь такая советская, российская. Я из Белоруссии приехал, из Минска. Такая российская уже картинка. И таких картинок здесь тоже много. Развал. Все разворовано, все уничтожено. И я приехал, когда здесь у меня глава местного мультивного образования привез, сказал, что здесь самое плохое место, которое мы бы показали. Показал самое лучшее. Да, показал самое лучшее. А самое лучшее мне не понравилось. Мне надо было много земли здесь. В общем-то получилось так. Восемь гектаров земли, которые мы купили. Потом перевели из ИЖС, из земельских остроснечений. Вот все озера здесь создавались. Метр грунта вынимался, вывозился, завозился сбоку. Это все рукотворное, все построено нашими руками. Все по моим проектам. Вот эта вот лепия, крытая трасса. Мы сначала делали вообще открытый визок. Потом мы сделали ее. Закрыли, сделали окна. Она такие балконные. Сейчас я 300 раз пожалел, что я не утеплю. У меня минимум денег было бы, ну, процентов 20. Но она была бы зимняя, утепленная. Здесь надо было ставить печь, готовить печи. Я сейчас буду отдельно делать. Курить. Что-то барбекюшницу. Что-то белорусская печь. Что-то чугунки. Это моя мечта. Обязательно. Я люблю готовить. Обязательно все это сделать. Получилась такая усадьба Калина Водолита. 8 гектаров земли. Два озера ровнотворных. Заврытленная. Просто потрясающе красиво. Вот, подожди. Значит, что еще? Нам надо 4 супчика. Да. А мы берем морковочку. И режем. И режем. Такой соломкой. Не пользуемся. Ну, такой. Чуть-чуть больше, чем соломкой. Именно соломкой. Ходится в этом случае не катит. Потом покажу, почему не катит. Расскажу. Именно соломкой. Вы помните, как можно делать грудинку. Я знаю не меньше 100 рецептов грудинки. И капсёра, и горячего, и холодного. И так, и эта кнопка лучше всего, лучше всего. Грудинка, как вы будете делать. Придумайте свой рецепт. Откруйте для себя кулинарию. Хотя бы мужскую. Ну, чуть-чуть, знаете. Готовый рецепт не надрытать. Да. Потому что все так чуть-чуть. Если моя жена это всё за чёрно делает, там. Масло, этих пряностей, там, столько их может быть. Там, я не знаю, до десяти. Я их даже ещё пока, на данный момент, не съел всегда запоминаю. Ну, как они выпили тогда же. Не съел. Вот. Не, ну, я стараюсь. Поэтому у меня чуть-чуть, если эти меметы идут немножко к другому. Да. Конечно, если мы были в большом городе, жили в большом городе, да. Ну, в Москве, например. Можно купить все, все абсолютно специи. Всё, что нам необходимо. Вот. Что нам нужно раздавить? Да. Пошли. Что это? Кинза и петрушка. Половинку сделали. Половинку на половинку. Так. И... Сейчас постретируем. Поэтому все, что смогли достать... Сюда, да. Да, 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 я дам. Да, да, я дам. Чили перец. Что вы с ним делаете? Чили перец. Чили перец. В основе мы подготовились к тому, чтобы... Вот уже примерно два с половиной часа кренуется. Ну, мы ещё сейчас, наверное, полчаса будем всё это вот правильно укладывать в фольгу. Поэтому на секунду прерываемся и дальше продолжаем уже окончательную фазу. Окончательная фаза маринования, мариновки и... Как бы вам сказать это правильно? Короче, мы уложим это всё. Вот эти вот овощи. Нарезанные. Нарезанные овощи, да, вот эти вот. Фольгу помещаем вместе с грудинкой. Тоже для суха, да? Да. И получается, что грудинка как бы потушивается внутри, на углях, в смоке фольги. И образуется суп. Это первый этап грудинки. Образуется суп и получается очень вкусный суп. Безумно вкусный суп. Варятые такие овощи. Ну и, конечно, в самогоде. Мои друзья, мои подписчики, сегодня у нас необычный день. У нас сегодня 3 января. Вы скажете, почему я в кепке, в летней? А я вам отвечу. Я ещё раз решил поддержать сразу Парамзана Ахматовича Кадырова. Вот. И не идти в парикмахерскую. Вот. И я просто послигся на лосо. Потому что считаю, что сейчас заболеть ковидом, это было бы не самое лучшее время на данный момент. Сегодня в нашей Калиновой долине наши друзья готовим на природе новый канал в YouTube. И так получилось, что мы как-то вот подружились и сегодня в нашей Калиновой долине мы готовим грудинку. И эта песня выйдет как раз, будет иметь место и значение именно в этот день, именно под грудинку и именно в нашем состоянии. Потом вы поймёте, почему это так. Но сейчас, конечно, песня, которую я написал так давно, бесконечно давно, старые друзья, чтобы дружба начиналась от таких исключательных встреч. С Новым годом вас, 2021. С новым счастьем. Счастье прошлого года не до света стучалось, не до света кричалось, а многие даже не пережили. Даже очень многие. Здоровья, благополучия, процветания. Вы, конечно, подписывайтесь на наш канал. Столько долгих лет Буду здесь с тобой И сошли с тобой Жизнь не для одной За плечами столько лет И это нельзя Их не изменить Не зачеркнуть никак Старые друзья Верные друзья То выпьем за тебя То выпьем за меня Нечего терять С тобой нам нечего терять Мы взяли так с тобой Увели жизнь Мы делились все Жизнь не на двоих Мы каждый миг беды Мы каждое счастье миг И судьба бывала И разлучала нас Но лавала жизнь Не смогла оставить в мир Старые друзья Верные друзья Выпьем за тебя Выпьем за меня Нечего терять С тобой нам нечего терять Мы взяли так с тобой Как умереть все А если на стенке Дикую Дик-дак Узнится порой разум И как бы просто так И пускай мой друг Круг друзей его Согреет Нужба нас Воросы любят вас Старые друзья Верные друзья Выпьем за тебя Выпьем за меня Нечего терять Верные друзья Верные друзья Верные друзья Выпьем за тебя Выпьем за меня Нечего терять С тобой нам нечего тень Мы жили так с тобой Как умели жить Мы жили так с тобой Как умели жить Мы жили так с тобой Как умели Как умели Спасибо Друзья Подписчики Близкие Просто случайно Зашедшие на огонек Нашей кулиновии Подходим К завершающему этапу Сейчас мы будем В смокер Закладывать В фольгне Будем закладывать Грудинку С овощами С овощами Грудинка с овощами Про то что я говорил Смокеры не покупные Виктор делал Это происходит На самом деле Вот И Закрываем Если бы Мы это делали Просто на мангале Нужно было бы Очень часто Переворачивать Сейчас же В смокере Температура у нас 200 градусов Как раз Как раз Та температура С которой Нужно стартовать И Идет Общее Такое Это как в духовке Получается Зажаривается Сразу С двух сторон Надо меньше Количество раз Переворачивать Все Ждем Несколько раз Мы перевернем Несколько Не каждые 15 минут Каждые 10 минут Может быть Два раза Примерно Час 30 У нас времени И вот Самогон Мы заливаем Ну В разные Красивые Бутылки Опять же Для себя Такая вот Тара Самая разнообразная Здесь Самогон Двойной Двойного Перегона Последнее Там Седьмой Вид очистки Это Очистка Угольным Фильтром Углем Специальным Углем И вот Получается Здесь С анисом В сухопарник Добавляется При втором Перегоне Анис И получается Потрясающая Анисовая Водка 40-42 Градуса Мягкая Удивительная Я не пью Крепкие Спиртные Напитки Но когда Я начал Динать Свой самогон Иногда Могу Себе Позволить Там Рюмочку Другую Под настроение Не более того В силу того Что Мы не пропагандируем Алкоголь И всегда Напоминаем О том Что Наш канал Канал Все-таки Для взрослых Людей Более того Мы напоминаем Что Чрезмерное Употребление Алкоголя Опасно Для нашего Здоровья И поэтому Я хотел бы С Вадимом Вадим Да Сейчас Подойдет Вадим И мы с ним По рюмочке Этой Анисовой Самогоночке И он Будет Один из первых Людей Кто у нас Продегустирует Хотя Он уже Дегустировал Какое-то Небольшое Время Назад Пробную Партию Пробную Партию Анисов А вот Вадим Готовим На природе Канал В YouTube Новый Молодой Развивающийся Я бы хотел Чтобы Мы с тобой Сейчас выпили За Новый год За новые Приключения За новые Рецепты За развитие За новых Подписчиков Новых Друзей Ну а ты Мне Сейчас Выпиши Скажешь Как Будем Здоров Друзья Могу сказать Одно Отпивать Даже Ненда Вообще Очень Мягкий Чувствуется Как я уже говорил Анис Да Анис Добавление Да То есть Очень Приятный Вкус Для себя Это Просто Шикарно Слухопарник При втором Перегоне Добавляется Анис Важно Не переборщить Выбрать Правильную Дозу Как только Где-то Чуточку Больше Аниса Будет Очень Много Вот Меньше Маловато А я Подобрал Уже Такую Рецептуру Когда Запах Самогона Вообще Отсутствует А присутствует Запах Аниса Если вы Пили Анис Водку В Турции В Египте Я думаю Что Вкус Не хуже А я думаю Намного Лучше Ну Вот так Вот Мы продолжаем Готовить В смокере Нашу Грудинку С овощами С овощами Да И Я Объясняю Почему Я в шапке При температуре 0 градусов Вот Потому что Я По Оддержку Рамзана Кадырова Ахматовича Постригся Наголо Налоса Для того Чтобы Не быть Зараженным И никого Не раздорожать Боремся С COVID-19 Так Пацаны Переходим Ко второй Страде Беру Свою Шайтан Машину Горыныч Называется И идем Второй Смокер Подпаливать Только Так Делаю Я Не повторяйте Глупостей Эти Быстро Горно Зарайкаем Машиной Гороже Срок И потихонечку Готовимся Ко второму Этапу Приготовлен Что наши друзья Потихонечку Время катится В тарам Тарарам Ночь Почти Пришла У нас Как В Норильске Света почти Нет Солнца почти Нет Вот Наша Грудинка Вадим Пожалуйста Вот Помоги В стороночку Потому что здесь Надо очень правильно Разворачивать Сок Она уже Начинает Вот она Очень грамотно Сейчас смотрите Здесь очень надо Близко Все Показывать Аначе Весь Кайф Весь Кайф Будет Просто Потерян Вот так Все это мы Снимаем Ножичек Конечно Мы Соборим Но Смотрите Здесь мы Очень близко Ну вот Этот божественный Аромат Удивительный Говорит о том Что у вас нет Ковид-19 То что вы Совершенно здоровы Теперь смотрите Как это По-настоящему Получается Вот Правильно Вот если Все правильно Было Косточка Берем Отходит Просто берем И Отдаем Котам И собакам Отдаем Не ешь Кошка Это потом На дополнительную Закуску Это чудо Это чудо Просто Чудо Ну вот Смотрите Вот что Что у нас Происходит На самом деле Чем интересен Вот этот Вот мой Мой рецепт Чуть не переварили На самом деле Чуть не переварили Так Видите Вот это все Снимаем Снимаем Отсюда Удаляем Как все Вот как она Должна быть Вот Именно По рецепту Дяди Вити Калины Вот Меня еще называют Калиныч Горыныч Дяди Вити Как только Меня не обзывают Как только Меня не унижают Мои подписчики Вы даже не представляете Перевернули Такая же тема Раз Два Да Чтобы вы знали Вот Видите Видите Вот Смотрите Трореческий тарел Да Получается Да Большая Это На хорошую компанию Реально Это Вот Кисточка Малярная Но она Новая Мы просто Не помним Куда мы дели И Промазываем Глазурью Смесью Вот этих Вот Специи Она Сейчас должна Пропитаться Перед тем Как отправиться На противень Ну это уже без фольги Правильно? Уже без фольги Конечно Опять же В каждую дырочку Все должно Войти В каждую дырочку Все должно Войти Не 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 Так Перевернули Вот так Почему у нас почти соли нет? Потому что сейчас Вот здесь вот Практически Основная У нас Основной элемент Это Соевый соус Поэтому Зачем нам Пересаливать Видите В каждую Каждую дырочку Зачем нам пересаливать? У нас все В специях В соусах Вот так вот Все промазываем Чтобы оно Буквально пропиталось Какое-то время Дать пропитаться Какое-то время Вот Вот И сейчас оно Немного полежит Немного А мы на чуть-чуть Прервемся Вот Чтобы оно впиталось Чуть-чуть Вот так вот С вами был Виктор Калина Калина Водолина И готовим На природе Молодец Ну что мы друзья Как бы не было сложно У нас все получается Теперь Мы Вот это все Укладываем На сеточку И начинаем жарить Это смокер паровоз Смокер паровоз Вот это чисто Место для копчения Здесь много углей И стоит Просто Кастрюля Со щепой Яблони И груши Мы закрываем И Дым От щепы Начинает поступать Поэтапно Сначала Средний Самый большой Смокер Смокер Вот этот вот И если бы сейчас У нас была Допустим Рыбка Мы бы могли Сюда ее подвесить Вот сюда Теперь мы Подваренную Подтушенную 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 Грудинку Будем обжаривать До хрустящей корочки И получится Потрясающая грудинка Просто удивительная грудинка Вот мы перевернули Первый кусочек Пошла обжарочка Все должно стать корочкой Вот так Ох Я использую Одноразовые перчатки Беру вот Обыкновенные такие Видите Пошла такая корочка Закрываем Это смокер Он со всех сторон Но мы Дополнительно Переворачиваем А отсюда Идет Божественный дымок Чего? А божественный дымок У нас идет Конечно же Конечно же Щепы Яблоневый Березовый Вот То есть мы дополнительно Еще и Чуть-чуть коптим Чуть-чуть Можно было сильно Закоптить Дополнительно Но Я думаю Так все хорошо И один кусочек Ворвал От одного куска Готово ли Наша Грудинка Готово Говорит О! И подкоптилась Ко всему прочему Вот стоит В коптильне Стоит Такая Кастрюлька С Яблоневыми И грушевыми Щепой И это все Идет вот сюда Вот сюда И вот оно все Еще дымком Таким вот Обдается Вот Мне очень нравится То что это все Вот создал я Я подсмотрел Что-то доработал Зал сварочный аппарат Эти газовые баллоны Но у меня всегда есть один помощник Детей очень много А помощник один всего лишь В семье Это моя жена Она держит Ты снимаешь, да? Она держит Она прижимает Она держит Подает электроды Она Одним словом Это просто Что-то Вот Все что мы Что бы я здесь ни делал Любые коптильни И так далее Везде она стоит Что-то держит Что-то прижимает Я рычу Вот Я ругаюсь Я говорю Почему Вот Ты так плохо держишь Прижимаешь А там такое напряжение Прижимаешь Этот магнит К металлу Почему у меня так Плохая искра И так далее Ну одним словом Знаете Мы всегда ищем Крайнего И Здесь всегда находим Да Друзья мои Подписчики Канал Калинова Долина Очень убедительно Рекомендует Вам подписаться На наш канал И обязательно Не забыть Поставить колокольчик Сегодня для вас Мы готовили Эту удивительную Грудинку С овощами С бульонами И прочим 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 И вот Все Девы Если показать Вот видите А как же Это вкусно А как это вкусно Пахнет Вы даже Не представляете Вот Видите Раз Вот Грудинка Она сначала Тушилась Вовремя Тушилась Затем Мы ее Превратили В корочку Но не всю Только корочку Глазурь И при этом Мы Ее чуть-чуть Подкоптили Вот И такая Красота У нас Получилась Поэтому Сейчас Встречаемся За дегустацией Друзья мои Ну Целый день Целый день Мы отдали Посвятили Тому Чтобы Показать Вам еще раз Как можно Вкусно Готовить И в том числе На природе Потому что Калинова долина Это сплошная Природа И сплошной Заповедник И вот Грудинка Уже Готова Скажи Как тебе По запаху Ну просто шикарно Мужчина сказать Хочется попробовать Очень Ты слышишь Запах Да? Очень Очень Справку дам Что ты ковид Не болеешь Выпишу От калиновой долины Шикарно Да Ну что Будем Вам показывать Что у нас Получилось Да? Друзья Это наш бульон От грудинки Бульон Очень вкусный Мы за кадром Попробовали Знаете Как оно прожарено Мы видим Второй кусочек Вот видите Вы видите Степень прожарки Вы видите Как Это все с корочкой С глазурью Еще получился Потрясающий бульон Вы просто Ой Может Горячий Просто Обзавидоваться Обзавидоваться Потому что Вы такого не ели Не ели Ммм Фантастика Бангаром Попробовали Фантастика Да Почти уже попробовали Ну и В дополнение Вот к этому К этой грудинке Друзья К нашей грудинке Снимаем запеченные овощи Это помидоры Смокери Смокери Да Смокери Помидоры И болгарский перец Перец Тоже в моем Смокери Все в смокери В самодельном Почерпим еще раз Не в покупном В саморучном Эти желтенькие Еще только помидорки Тоже добавить Надо Потому что Ну реально Мы уже Подавили слюной Вот от этого всего Да Ну и я предлагаю Снять Снять тест Анисовый самодол Из Калиновой долины Мы все это время Не пили Мы ждали Мы ждали Этого момента Когда мы сможем Наконец-то выпить За Вот Наш Шедевр Шедеврально Потрясающе Подписывайтесь Канал Калинова долина Семейный канал Подписывайтесь На канал Готовим на природе Вадим Это Основное лицо канала Но у нас еще есть И С Вячеслав Который находится Сейчас за камерой Слава Вот Радислав Радислав Да Вот так вот Из Магадана Человек И что Мы берем По Помидорке По Помидорке Да Да По перчикам Естественно Размаливаются Ну я так Помидор И За вкусную Пищу За полезную Пищу За то Чтобы Как можно больше Людей Приезжало В нашу Халиновую долину Ну и Как можно больше Людей Узнавало Вас Ваши Шагенры А вот За успех Наше дело Спасибо Будем жить Друзья наши Друзья И подписчики Нашей Кариновой долины Я знаю Как много Среди Моих друзей Моих поклонников И просто подписчиков Людей Которые С честью И доблестью Защищали Свою родину Служили В армии Служат И воюют И И в Сирии И на Донбассе И много Где еще Поэтому Хотелось бы Поздравить Всех офицеров С Новым Годом И пожелать им Чаще Смотреть Наш канал За Офицерскую правду За честь и любви За Всех За дух За Офицерская правда Сколько Сильных Мужчин На Российских Просторах И Как пристык Отвечет На Широких Плечах До Почтенных Сидин Горно Плещут По Гор Офицерскую Правду Сохраняем Сердце Офицерская Правда Это Работа Неверность Офицерская Правда Это Совесть И Честь Офицерская Правда Если Надо Сражаться Если Надо Погибнуть Если Надо Зеркеть Сколько День Своей Своей Знать Небо Наслышлен Свято Верьте С ней В Этой Жизни Живет Кто Просыл Этот Бук От Ее До Мой Час До Последней Минуты Ее Пересох Офицерская Офицерская Правда Это Род Неверность Офицерская Правда Это Совет И Честь Офицерская Правда Если Надо Сорваться Если Надо Погибнуть Если Надо Сердце Не Ме Изначение Любовь В Которых Иисус В Значение Состояния Души Честь И Вер Этим Отличают Этим Отличают Офицеров От Офицеров От Офицеров Я обязан Сказать Вы Из Тех Кто В Престяга От Никогда Не Придаст Теб Кто Вер Всегда И Друзья Мы В Чисте И Проверим Не Раз Офицерская Правда Это Род Неверность Офицерская Правда Это совесть и честь, офицерская правда, если надо сомкаться, если надо погибнуть, за ее уберечь. Офицерская правда, и гряда, и почетная, но бывает прикольный, сам когда-то узнал, то ли ты не емить гряда, изменить невозможно, я и сам-то знаю, но друзья, офицерская правда, и спутал, за честь и дыр, спасибо. С вами был всех, с вами счастья.